Вот уже почти полгода, как из-за пандемии, все крупные мероприятия находятся на паузе. Работники концертной отрасли, артисты и сами зрители уже устали ждать и просят возобновить их деятельность. Ролик с просьбой властей вернуть концерты разошелся по всей России. Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью. При этом переполнены отели, рестораны, пляжи, парки, дельфинарии. Люди собираются стихийно. Если так пойдет дальше, концертная индустрия потерпит крах. Люди ждут работы, а зрители зрелищ утверждают участники акции. Застой уже налицо. И дело не только в российских звездах. Местные артисты тоже переживают не лучшие времена. Участники первого за Уралом театра эстрады «Дети» лейтенанта Шмидта, которым нет еще и года, переживают, что не могут реализовать свои планы и замыслы. Мы работаем на договорных условиях с концертными залами. Соответственно, усеченный формат нам никак не подходит. Поэтому театр без зрителя, к сожалению, это нельзя сказать, что он живет. Мы, конечно, надеемся на то, что обстановка изменится в лучшую сторону. Но пока, к сожалению, как-то непонятно. А когда непонятно, тогда и как бы сразу же возникают мысли, а для кого, для чего. Ну, а так как мы на самоокупаемости, сам понимаешь, нам надо жить, нам надо вертеться, нам надо собирать залы. Люди постоянно пишут во всех соцсетях, что соскучились уже по концертам. Так что будем надеяться, что в ноябре все состоится и больше таких вот не будет моментов. В сентябре труппа планирует возобновить репетиции и начать подготовку к юморине, которую перенесли с весны на осень. Надеясь, что вопрос пандемии все-таки разрешится. Ждут возвращения к нормальной жизни и другие известные алтайские артисты и музыканты. Лев Шапира, например, уже ведет еще дням с начала ограничений. Чем я занимаюсь эти 5 месяцев, 4 дня, 16 часов и 8 минут? Жду, когда начнется жизнь, к которой мы все привыкли. Живем, живем, живем в меру силы возможностей, пытаемся что-то делать в творчестве. Но, безусловно, не публичные выступления, а какие-то студийные дела. Но настроение для этого не самое подходящее. Я думаю, в ближайшие несколько дней с наступлением осени хотя бы у нас будет картина понимания вопроса. А то многие мои коллеги не очень хорошо себя чувствуют в силу всего вышесказанного. Достаточно сложная ситуация. А между тем люди собираются стихийно, организуют концерты под прикрытием. Совсем недавно в Яровом выступал не лето, и зрителей на мероприятии было более чем достаточно. Участники акции «Вернем концерты» хотят знать, когда же им разрешат официально работать. От властей пока никаких разъяснений не поступало. А между тем, только в Барнауле на осень запланированы концерты «Би-2», «Дима Билана» и того же «Не лето». Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком.